Всем привет, дорогие друзья! С вами, как сказать, Вечер. Рад всех приветствовать на своем канале. И мы сегодня с вами готовим простой рецепт, но он будет непростой, потому что там будет небольшая изюминка. Готовим с вами сегодня котлеты, но мы их немножечко модернизируем, чтобы они не выглядели скучно и не были просто котлеты. Так что смотрите внимательно, ни в коем случае не переключайтесь, лайкуйте, друзья, подписывайтесь обязательно. И погнали готовить вкуснятина! Для упрощения задачи приготовления наших котлет мы с вами берем покупной фарш. 450 грамм индейки и 700 грамм свиноговяжьего фарша, друзья. Можете использовать любой другой. Можно использовать куриный, можно использовать говяжий, чисто как вашей душе угодно. Берем терку крупную, берем лук и туда натираем все это дело. Натираем, объясняю почему. Сочность, сохранить сочность в котлетах это натертый лук. Если вы смотрели мои предыдущие видео, у меня есть там на канале Лёгкий Баб, там я тоже то же самое делаю с Лёгким Бабом. Натерли лук, далее берем одно яйцо, сюда разбиваем, яйцо разбиваем для связки, чтобы у нас не развалились котлеты. Одного на такое количество в принципе достаточно. Если не доверяете, добавьте два. Теперь хорошенечко посолить обязательно. Посолить нужно хорошо, чтобы не были пресные котлеты. Хорошенечко поперчить перец, если вы только любите. Если не любите, не добавляйте. Я вас не заставляю. Но лучше строго придерживайтесь рецепта. И паприка. Паприка для цвета, для вкуса. Я миксану копченую и сладкую. Теперь берем нашими нежными руками и все это дело вымешиваем до однородной массы. После того, как мы вымешиваем все это, надо обязательно попробовать фарш. Если вы, конечно, если не любите, то солите на глаз. Потому что если не пробуем, можно его не досолить. А не досолив, это будет невкусно. После вымешивания нужно его будет хорошенечко отбить, чтобы у нас была плотная масса, чтобы у нас лепились котлеты и чтобы у нас все было замечательно вообще. Я сейчас перевалил в более широкую тару для того, чтобы мне удобно было отбивать. И вот так прям весь фарш мы прям отбиваем. Отбиваем прям хорошенечко, прям не стесняясь. Вот так вот прям долбим его. Мы тем самым обогащаем фарш кислородом и из-за этого он у нас становится эластичным, друзья. А когда фарш эластичный, он никогда не развалится и податлив к лепке. Так что отбиваем обязательно. Теперь берем противень, кидаем сюда пергамент, смазываем его растительным маслом прям рукой. Сейчас объясню, чем это хорошо. Рукой смазывать противень с растительным маслом. Смотрите, для того, чтобы котлеты у нас не прилипали, нам нужно смазать руки. Точнее, либо помочить в воде, чтобы фарш не прилипал, либо мы смазываем руки растительным маслом. То есть, например, как в этом случае. Вот я сейчас смазал руки растительным маслом, и теперь я буду спокойно брать и лепить котлеты, и фарш у меня не будет прилипать. Котлеты будем лепить с вами, друзья, сегодня шикарные. Что мы должны сделать? Мы должны сформировать котлету и делаем в ней углубление. Потом я объясню, для чего мы это делаем. Котлеты будут просто огромные, друзья. Ну, вот такие формы, друзья, мы с вами будем сегодня лепить. Друзья, смотрите, на первый взгляд тут кажется, что это огромнейшие котлеты, но они, во-первых, сейчас мы поставим в духовку. Их нужно сейчас будет поставить в духовку и запечь процентов на 85, чтобы они были готовы. Во-вторых, у нас нужны карманы для того, чтобы была начинка дальше. Я покажу, что будет за начинка. Это два. А третьих, съел одну котлету, и ты сразу сыт. Хочешь съесть поменьше, съешь пол котлеты. Большому куску, как говорится, рот радуется. И теперь, после того, как мы сейчас все это сделали, погнали ставить все это дело в духовку. Как я и говорил уже ранее, ставим в духовку. Это у нас будет, мы ставим на 220 градусов, минут на 15-20. Теперь, что мы делаем? Мы берем в каждую котлетку, засыпаем понемногу тертого сыра. Сверху его не будем посыпать, а вот так вот в каждую аккуратненько. Ну, где выемки больше, туда, конечно, соответственно, чуть побольше. Берем яйца и начинаем. И аккуратненько вот так вот мы его разбиваем, друзья. Сверху вот так вот. И аккуратненько яйцом. Ничего страшного, если белок стечет. Это нормально. Теперь, друзья, мы аккуратненько ставим все это дело опять в духовку уже минут на 10 примерно. Не больше. Все, друзья, вот такая, смотрите, замечательная у нас получилась котлетка. Там еще у меня остальные. Не все они, кстати, подпекаются хорошо, но это вот прям более-менее хорошо запеклась. Давайте ее попробуем. Давайте сейчас разрежем ее, посмотрим, насколько у нас там жидкий желток и пропеченный сыр. И попробуем это все наконец-таки. Режем, друзья. Великолепие. Просто великолепие. Сыр у нас, кстати, смотри, друзья, тоже тягучий. Ну, это что-то на богатом у нас. Что-то необычное. Друзья, да это просто великолепно. Это вкуснятина. Каких-то прям вещей просто не представить себе можно. Советую готовить такие вот интересные блюда для того, чтобы удивлять своих любимых, родных и близких людей. То, может быть, еще вкуснее. Еще хлебушку помакать, и все будет замечательно. Так что подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не просить следующие интересные и вкусные ролики. Всем хорошего настроения, хорошего дня, удачного настроения и мирного неба над головой. Увидимся в следующем ролике. Всем пока, но только до следующего ролика.